Считается, что склонность к преждевременному старению прежде всего зависит от наследственности. Однако исследования показали, что наследственность это всего 20%. Что же скрывается за остальными 80%? Скорее всего, это наш образ жизни и те продукты, которые мы употребляем. Вы смотрите программу «Линия жизни» на канале ТВ1КG. Продолжайте смотреть дальше, если вам интересен новый вид туризма – медицинский. Первая страна, в которую мы прибыли для того, чтобы больше узнать о медицине – это Израиль. Благодаря медцентру «Люкс Медикал», который сопровождает своих пациентов по всему Израилю и предлагает услуги и лечение в клинике Асута, мы смогли узнать очень много о медицине и стране под названием Израиль. Тысячи медицинских туристов ежегодно посещают Израиль, чтобы получить доступ к сложнейшим медицинским процедурам и качественному медицинскому обслуживанию. По статистике, ежегодно около 30 тысяч иностранцев прибывают в страну специально с целью лечения или диагностики. Приблизительно 50% из них – это медицинские туристы из России и Восточной Европы. Из общего числа 65% медицинских туристов прошли лечение, а оставшиеся 35% – это косметические или эстетические процедуры. Но это только цифры. Мы сейчас в городе Тель-Авив, и я отсюда подробно расскажу обо всем, что касается медтуризма в Израиле. Для чего едут в Израиль люди со всего мира? Большинство пациентов заинтересованы в процедурах, которые стоят дороже или недоступны в их собственных странах. Наличие аккредитации GCI у крупных клиник Израиля, которая обозначает международный стандарт качества в медицинских услугах, тоже имеет значение. А вот это одна из 17 самых современных и оборудованных операционных клиники Асута. Нас спустили сюда, и это действительно волнующе. Только в одной клинике Асута количество медицинских процедур достигает внушительных показателей. За один год здесь проводится 85 тысяч хирургических операций, около 65 тысяч амбулаторных исследований и дополнительных лечебных процедур, 23 тысячи обследований с применением МРТ и КТ-аппаратов, около 5 тысяч операций по сердечной катеризации. Вячеслав, добрый день! Спасибо за приглашение! Здесь вы можете увидеть комнату для проведения коронографии, малоинвазивных процедур, а также проведение биопсии при различных диагнозах. Вячеслав, спасибо, что мы здесь снова. И хочу знать, чем все-таки подход в лечении в Израиле отличается от подхода в лечении в других странах. Израильская медицина занимает по праву одну из ведущих мировых позиций в сфере качества медицинского обслуживания. И главными причинами этому, я считаю, является наличие единой медицинской системы. Участие наших специалистов в различных научных медицинских опытах также помогает Израилю и нашим врачам оказывать самое передовое и самое эффективное лечение для наших пациентов. А как еще до приезда сюда, в Израиль, выбрать клинику? Очень хороший вопрос вы задали. Этот вопрос задают множество пациентов, которые ищут возможное лечение для себя также на территории Израиля. Большинство израильских больниц являются государственными. В отличие от нашей больницы Асуты, которая является в принципе частной медицинской платформой для всех ведущих специалистов Израиля. В нашей больнице у пациента есть полное право и полная возможность выбора своего лечащего врача, что на самом деле является самым важным, на наш взгляд, на всем этапе лечения. Поэтому квалификация врача, медицинская и технологическая оснащенность больницы должно быть самыми главными параметрами для выбора того или иного медицинского центра. С какими проблемами чаще всего обращаются к вам? К нам приезжают пациенты с различными медицинскими проблемами, с различными диагнозами. Как правило, конечно, это диагнозы серьезного характера, такие как онкология, хирургия, малоинвазивная хирургия, так как Израиль по праву занимает одно из ведущих мировых мест по лечению онкологии. Истории многих пациентов начинаются одинаково. Но, к сожалению, не все они заканчиваются счастливо. Цель этого сюжета – максимально подробно рассказать о стране, в которой хэппи-энд – это действительно счастливый конец в путешествии. Но вовсе не окончание истории человека с его переживаниями и радостями. И мне находятся перепугать вот на почке какую-то ерунду. Меня так напугали за два дня, что я на четвертый день был уже здесь. На суд я вышел вот благодаря Славику. Но самое главное, я считаю, диагностика. Правильный диагноз, потом лечение можно устанавливать. Как оказалось, что я приехал вовремя, потому что я верю этой медицине. И я вам скажу, что если в Киргизии хотят люди лечиться, тяжелые заболевания, надо только сюда ехать, потому что я считаю, что здесь самая лучшая медицина. Любое лечение начинается с диагностики. Одно дело довериться врачам и лабораториям бишкетских клиник. В них бывают случаи неверной диагностики гораздо чаще, чем хотелось бы думать. Отсутствие современной диагностической техники, отсутствие онкомаркеров или их нехватка всегда требуют дополнительной проверки. А с чего начинается диагностика в Израиле? Или на чем основывается диагностика? Наша диагностика несет в себе все передовые возможности мировой медицины. Самый ключевой этап в правильном лечении, как мы это видим, это правильная диагностика. К сожалению, к нам приезжают множество пациентов на том или ином этапе своего заболевания. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что проведенная диагностика по месту жительства, неважно где она проходила, не была сделана в должном объеме. То есть очень часто мы получаем неправильные диагнозы, мы получаем неправильные протоколы лечения, исходя из того, что диагноз изначально был неправ. Насколько точна диагностика в израильской клинике Асута, расскажет специалист и представитель клиники. Одним из современных способов диагностики на сегодняшний день являются центры по диагностике, которые включают аппаратуру, часть из них гибридную. Этот аппарат, который стоит за моей спиной, это один из гибридных аппаратов, который называется ПЭТ-КТ. Использует позитронно-эмиссионную томографию и компьютерную томографию совместно. Этот аппарат может определять, диагностировать онкологические заболевания, заболевания, как на наличие Паркинсона болезни или Альцгаммера. Такого современного оборудования вы не увидите практически нигде в мире. Некоторые из этих томографов находятся на стадии тестирования. Одна из новейших технологий в мире на сегодняшний день – это аппарат, который называется ПЭТ-МРТ. Это гибридный аппарат, который использует технологию МРТ и технологию ПЭТ. Позитронно-эмиссионную томографию и магнитно-ядерный резонанс для снимков и определения онкологических заболеваний у пациентов, в основном у тех, у которых опухоли связаны более или менее с мягкими тканями организма. И все-таки Израиль с его новыми технологиями и медициной уровня 21 века дает нам пищу для размышлений. Долгожители – это здесь норма. Женщины – 82 года, мужчины – 76 лет в среднем. Возможно, это просто философское отношение евреев к жизни. Или даже генетическая закалка. За время существования этот народ прошел через многое. И здоровье нации – это не просто красивое словосочетание. Это значение, где каждый несет на себе ответственность и свое здоровье, ежедневно выбегая на пробежку или даже просто ежедневно завтракая. И каждый понимает, что медицина очень развита, но не всемогущая. Кто рано встает, тому Бог дает. Так вот, я бы еще добавила, кто рано завтракает, тому Бог дает еще больше самых разнообразных бонусов. Это и можно сказать об Израиле, об израильтянах и о всех, кто стремится жить полноценной и здоровой жизнью. А какие преимущества у медцентра Люкс Медикал? Медицинский центр Люкс Медикал, как вы смогли уже убедиться сами, полностью функционирует на базе больницы Асута. Наш медицинский центр является частью, а также официально представителями международного отдела больницы Асута. Пациенты с нашей помощью проходят все необходимое лечение на базе больницы Асута. Мы берем на себя все вопросы по лечению пациента на базе больницы Асута. В дополнение к этому мы предоставляем полное сопровождение, соответственно, на русском языке, от момента прибытия пациента в страну до момента его вылета домой. Мы также осуществляем дистанционные консультации пациентов после возвращения домой, потому что мы считаем, что, как правило, лечение пациента не заканчивается в аэропорту. Здесь молодые и не очень люди озабочены своим здоровьем. И этому нам можно поучиться. Конечно, в отличие от нас, иностранцев, израильтяне могут пользоваться возможностями медицины постоянно и на правах граждан страны. Для них это более доступно. И все-таки речь в этом сюжете идет о медицинском туризме, а конкретно о возможности исследования и лечения с помощью медцентра «Люкс Медикал» в одной из ведущих клиник Израиля. Из чего складывается цена на лечение и есть ли какие-то льготы для пациентов из-за границы? Нет. Поскольку лечение иностранных граждан на территории Израиля, как и на территории любой другой страны, является стопроцентной частной медициной, то есть не предусмотрены какого-то рода скидки, потому что цены, как правило, фиксированы больницей, то есть наши цены, они едины. Цена складывается в первую очередь от диагностического процесса, который пациент обязан пройти по прибытию к нам в больницу. После диагностического цикла назначается необходимое лечение. И уже в тот момент можно будет уже предоставить пациенту необходимую смету для лечения. Кроме высокого уровня медицинских учреждений, как частных, так и государственных, у вас, дорогие зрители программы «Линия жизни», есть возможность сейчас максимально подробно узнать у Вячеслава Далида, директора медцентра «Люкс Медикал» о нюансах лечения в Израиле. Скажи, пожалуйста, какие основные функции у медцентра «Люкс Медикал»? В отличие от многих компаний, которые существуют сегодня на израильском рынке медицинского туризма, мы предлагаем нашим пациентам только лечение на базе больницы Асуты. Мы не предлагаем частичное лечение в разных больницах Израиля, потому что, на мой взгляд, это некорректно. В наши функции входит абсолютно все, что необходимо человеку по прибытию на лечение в страну, в которой он, скажем так, просто ничего не знает. Подбор правильного специалиста, заказ всех необходимых очередей диагностических или лечебных, все трансферы, которые связаны с прибытием в больницу, все это и многое другое мы берем на себя. Наша основная цель – ограничить пациента от каких-либо бытовых сложностей, для того, чтобы люди, которые и так приезжают, как правило, в стрессовом состоянии, поскольку им предстоит непростое лечение, не отвлекались. Мы, в свою очередь, не взъимаем никакого рода пациентских комиссий за сопровождение. А это именно сопровождение пациентов во время всего пребывания в стране. Наши пациенты платят в кассу больницу, по ценам больницы, без каких-либо надбавок. Поэтому мы по праву называемся представителями международного отдела больницы и предлагаем лечение в нашей больнице, по ценам больницы, учитывая все возможности самой крупной частной больницы – израильной больницы Асута. И напоследок хочется процитировать врача клиники Асута о том, что многие пациенты с онкологическими заболеваниями вздоравливают и выходят из клиники для того, чтобы жить полноценно и лишь раз в полгода приходить на проверку. Есть огромное количество болезней, которые можно вылечить, если их поймать на определенном этапе. Потому что, когда вот сюда приходят, говорят, что здесь страшно. Вы не видите, сколько здоровых людей отсюда уходит, вы не видите, сколько людей приходят сюда, просто рутинно раз в полгода в год пришел, здрасте, ушел. А вам я желаю жить и беречь свое здоровье, уважать свое тело и облагораживать душу. Вкладывайте в себя и приезжайте в Израиль, только для того, чтобы увидеть одну из самых необычных стран в мире – современную и древнюю. Народ, который объединяет один древний язык и мультиязыковая современная культура, супертехнологии и святая земля, обетованная. Более оптимистичного окончания программы я не смогла бы придумать. А ведь слово «лечит», а слово доктора «лечит вдвойне». Вы посмотрели первый выпуск программы о жизни и долголетии «Линия жизни» на канале ТВ1КГ. Берегите свое здоровье и с Новым Годом! Субтитры создавал DimaTorzok